В общем и целом, здорово всем, друзья! Никак я не могу собраться с мыслью, я не могу сконцентрироваться на записи подобного рода видеоролики, потому что ну я не знаю, ну у меня бомбит. У меня просто бомбит. Нереально жестко, дико бомбит и я думал вообще, какого рода и какого формата записывать данный видеоролик, но, наверное, так по факту, как есть, так и есть. Так и запишу всё, что думаю. То и выскажу, как оно имеется, буквально, наверное, таки записываю в то время, как появилось у нас уже сообщение, решение о подстранении команды, в которой я сейчас участвую, снимают нас с турнира. И в общем и целом всё заканчивается довольно-таки печально и я даже, честно говоря, не знаю, какие стоит вообще в данной ситуации говорить слова, типа там оправдывать. Оправдывать точно нет смысла, потому что вчера я впервые увидел тот бой, увидел ту трансляцию. Я, конечно, в какой-то степени был поражён от того, что я увидел, потому что до этого я слышал только какие-то слова, слышал, ну, что говорят от ребята, типа там как как оно всё происходило, что типа там катку замультили, что там произошла вот такая вот ситуация и всё. В общем и целом. Я не смотрел того боя, я не видел ничего, я высказал то, что можно было там не палиться, свою точку зрения, что да как, но отстранение и состранение и безусловно, мне обидно. Мне обидно то, что вот так вот глупо всё получилось, то, что ну, по факту у людей можно даже сказать в какой-то степени ещё не созрёл возможно таки мозг, я даже не знаю как правильно выразиться, но такие тупые решения и такие тупые действия я не знаю зачем вообще делать, при том, что ну, ты играешь в игру, в которой нет, ну, ничего, нет ни денежных призовых, нет ничего-то такого за что стоит бороться, да, то есть есть какие-то краски и для меня лично, для меня лично, я играю потому что получают это удовольствие, для чего играют ребята я не знаю, я не знаю какие у них цели, что они делают, чего они добились, извиняюсь, что тут видос обрывается, это просто я на задний фон поставил, потому что я попробовал фул растянуть вебочку, у меня нифига не получилось, качество такое себе, не захотел я делать какую-то печальную картиночку, поэтому так пусть танчик поедет на фоне, и честно говоря, мне обидно, мне обидно за то, что так просто могут тебя взять снять с турнира, ты остаешься без того самого турнира, в котором ты бы хотел бы побороться за призовые места, при том, что будут у нас краски топ 4, я, честно говоря, мечтал получить краску темпоинтер, специально, хоть и вступил в команду, захотел сделать название, да, возможно, в какой-то степени это было неправильно, и не все оценили то движение, которое я сделал, но, в общем и целом, команду по факту создавал я, я захотел начать, грубо говоря, с одной команды, закончить тоже с нею, планировал, что это будет мой последний турнир, и вот так вот просто быстро он для меня закончился, да, грубо говоря, мы вышли в топ-8, но сейчас нас снимают, и я не буду никого оправдывать, обидно, наверное, таки, должно быть тем, кто не виноват в этой всей ситуации, и то, что вот так вот все сложилось, даже я в какой-то степени рад, что это все произошло именно со мной, а не, например, с тем же Валерой, который хотел вступить в данную команду, там, ну, были такие моменты, если Валерчик смотрит, Валерчик понимает, о чем я говорю, и пусть оно так сложилось, наверное-таки, ему будет намного приятнее выиграть данный турнир, побороться за топ-1, я надеюсь, что у него это получится сделать, команда хорошая, буду верить, буду смотреть, буду следить, возможно, буду также комментировать бои, если получится, возможно-таки прокомментирую финальные части пешкланового чемпионата, ну, что касаемо всей этой ситуации, ну, могу сказать, что это просто отличный способ снимания команд с турнира, вот так вот играешь, играешь, потом хоп, ты такой топ-4, и тебе такое говорят, а, вот мы на тебя нарыли, давай-ка, друг ты мой хороший, мы тебя отстраним с турнирчика, и ты просто из потенциального, ну, как минимум, команды, которая могла бы занимать топ-3 в турнире, бороться, за топ-4, ладно, меня топ-4 как бы интересовал, он мне там даже топ-3 не интересовал, ты превращаешься в команду, которую просто снимают с турнира, это круто, это круто, безусловно, я бы тоже так был бы рад, наверное-таки, если бы я такой играю, и понимаю, что вот, блин, пацаны там неплохо выступают, и так, хоп, вовремя, снимаешь их с турнирчика, и у тебя все хорошо получается, но, по факту, есть за что, и я с этим согласен, то, что можно, даже в такой ситуации, имея там какие-то свои личные конфликты, да, это их, какие-то определенные моменты, в которые я не лезу, мне это не интересно, мне не интересны эти шакальские разборки, да, что есть, то есть, всем, кто болел, могу лишь сказать то, что, ну, извините меня, друзья, за то, что сделал в какой-то степени неправильный свой выбор, получилось то, что получилось, заканчиваем МЧ довольно-таки быстро, не с проигрышем, не с каким-то таким вот, моментиком, то, что, например, у меня какая-то будет там грусть, обида, то, что я проиграл, нет, у меня нет никакой грусти, у меня нет обиды, по факту, для себя, я уже, наверное, все доказал, и хотел сыграть последний, наверное, таки, не буду, конечно, обещать, что вот это точно конечный, и все, больше я не буду играть ни в одном турнире, но хотелось сыграть именно такой достойный последний турнир, не получилось этого сделать, не знаю, что буду думать по этому всему поводу, возможно, таки, приму какое-то еще новое определенное решение, возможно, что-то еще будет, пока, честно говоря, сам не знаю, буду держать вас в курсе всех событий, но пока имеем то, что имеем, для всех тех ребят, которые, например, зашли на данный видеоролик, и не понимают, что к чему, то, наверное, таки, я в описании оставлю ссылочку, на форум, там уже наказание все вы увидите, поймете, наверное, что к чему, кто не следил за этой всей ситуацией, которой люди не знают, как это все произошло, я вообще там немножко даже посмеялся, то, что еще и меня хотели приписать к этому всему делу, ну ладно, там уже как бы, как бы, дело за малым, это уже такие какие-то смешные моменты, что, я уже даже вчера такой рофло больше стрим устроил, захотел показать то, что даже шутя, и устраивая какие-то определенные провокации, можно использовать чужое мнение, просто чужое мнение, и это реально печальная тема, когда ты даже не имея каких-то определенных доказательств, определенных каких-то пруфов, ты можешь просто взять и людям навязать свою какую-то точку зрения, и они в нее поверят, поэтому, друзья, опирайтесь всегда на свое мнение, не надо думать там за кого-то, не надо думать, что вот человек, хотя бы сами поразмыслите над ситуацией, не надо сразу занимать чью-то сторону, у вас есть своя точка зрения, и вы должны ее придерживаться, не надо сходу обращать внимание на точку зрения какого-то там человека, который думает, что вот так вот должно быть, возможно таки, это неверное решение, и возможно он просто вам врет, но когда происходят такие ситуации, когда в мой адрес адресуют какие-то там обвинения, меня конечно это бомбит, меня это задевает, мне неприятно то, что меня приписывают к чему-то, к чему, меня вообще нельзя никак приписать, поэтому имеем то, что имеем, я думаю, что на этом будем заканчивать данный видеоролик, все кто следил, все кто болел, скажу вам спасибо, что поддерживали, Тимпэ это не просто как для меня название, это не просто название такой команды, которая там типа была, есть, я считаю, что все те ребята, которые следили, которые знают, они будут помнить, что был состав довольно добротный, половина, конечно, ребят уже даже больше не играет у нас в нашу игру, в наш киберспорт, и какую-то память, наверное, таки для себя ребята оставили, но то, что такие вещи случаются, ну, я не знаю, как это назвать, судьба такая, друзья, значит, так должно было сложиться, значит, должно было так произойти, что получаются такие какие-то неприятные моменты, какие-то отстранения, но наверное, все к лучшему, наверное, так должно было случиться, бог его знает, может быть, если бы ничего этого не случилось, я бы наоборот потратил кучу, тонну просто нервов своих просто на какие-то пустые вещи, а так я со спокойной душой понимаю, что ничего страшного особо для меня не получилось, я никакой вины за собой точно не держу, я отлично понимаю, что я прав в этой ситуации, то, что я здесь, ну, как бы вообще никаким боком к этому делу всему не отношусь, и меня, в принципе, это устраивает, а то, что происходят такие ситуации, я думаю, что обиднее всего только А ведь Мергелянчику, человеку, который живет в игре, но уж точно не мне, поэтому я думаю, что стоило записать данный видеоролик, если я тут набалаболил, просто там хрени понес, вам не понравилось, можете там вы выключили, не выключили, но кто досмотрел, спасибо, друзья, что досмотрели данный видеоролик, хотелось высказаться по всей этой ситуации, поделиться своей точкой зрения, я думаю, что многие хотели услышать, потому что и на стримах друзья заходят, спрашивают, я не отвечал до окончания всего этого дела, дабы вы уже могли понять, что я думаю окончательно, и дабы у вас потом не было никаких сомнений, если у кого-то будут оставаться вопросы, они смогут полноценно зайти на данный видеоролик, услышать все, что я думаю, и понять мою точку зрения по этой всей сложившейся ситуации. всем спасибо друзья, если понравился видеоролик, можете тоже его поддержать лайком, подписочкой на канал, если следите, ну и удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok